всем здравствуйте с вами на связи и вы находитесь на моем канале сегодня я захотела записать для вас небольшую болтанку я не помню я уже говорил об этом или нет меня спросили в одном из комментариев а поскольку тема достаточно обширная я не смогла ответить полностью так как я хотела бы в комментарии поэтому решила записать вас болталку тему который я хочу сейчас рассказать это связано с родом и вопросы по памяти звучало о том какая разница между предкам и прародителями еще расскажу на такое ощущение что я уже про это говорила но все равно скажу в чем разница я расскажу вам версию того что значит род моем понимании и когда я говорю версию я говорю это о том что у меня конкретных подтверждений того что я вам сейчас скажу прям знаете стопроцентно но чтобы вам предъявить нету это для того чтобы как кому-то что-то доказать надо чтобы этот человек сам попробовал до определенные какие-то практики для того чтобы как говорится на своем собственном опыте понял насколько то что я говорю это обоснованно или нет потому что до тех пор пока у вас не будет своих каких-то личных доказательств все что я говорю это является моей версии потому что я не могу вам определить каких-то документов да не могу как-то вам иначе доказать поэтому я и говорю что то что я буду вам рассказывать сегодня это лишь версия говорится хотите все раздражает сегодня что-то верьте хотите верьте хотите нет итак что же такое род а вот по моей версии и возможно вы согласитесь если посмотреть прошлое исходя из той истории с которой мы уже так или иначе соприкоснулись когда-либо да и знали что мы были не единственными людьми на этой земле и поскольку эволюция она знаете вот как конвейер то разные этапы люди проходят разные этапы достигают какого-то своего пика потом обязательно что-то происходит условно говоря некий такой катаклизм и заново все пошло по новой возможно новая цивилизация возможно какой-то новый виток но так вот моим предположением был какой-то определенный как это назвать даже я не знаю этап цивилизации в развитии до жизни людей когда произошла катастрофа принципе в библии у нас это описано да ты не только в библии во многих священных книгах писалось об этом и после того как произошел вот этот вот катаклизм людей на планете стало очень мало и они собрались в каком-то определенном месте тот период не было ни машин не было паровозов и не знаю поездов самолетов и так далее так далее и передвижение она была либо на даме либо на лошадях на небольшом ком-то месте до территории на небольшой на небольшое расстояние и вот люди для того чтобы выжить собирались какие-то такие небольшие общины эти общины назывались еще у них существовало в этих общинах клановая такая система когда люди в принципе да не передвигаясь на большие расстояния вот они жили в пределах какого-то определенного места и поскольку надо было выживать доверие было природе достаточно велико то есть люди взаимодействовали с природой не было электричество да еще раз повторюсь не было вот этих вот всех бонусов цивилизации и людям как-то надо выживать поэтому они жили согласие с природой и поскольку передвижение не было как таковой да так сказать что допустим с одного города на другой с одного материка на другой и люди жили в клановой системе как правило души этих людей они и перерождались закрытой системе то есть предположим что был какой-то участок какая-то территории давайте назовем ее деревню с определенным количеством людей и когда человек умирал то его душа она снова перерождалась в кого-либо из тех поселенцев до которые жили вот именно на этом месте то есть она не перерождалась на каком-то другом участке земли да потому что для того чтобы душа переродилась там должны были быть люди а поскольку мы говорили что после катаклизма катастрофы людей было не так много и они в принципе собирались все некоторые такие кучки поэтому перерождение проходило вот в этом замкнутом круге их какой-то момент это место то есть если перерождение было условно говоря больше шести семи раз ваша душа перерождалась именно вот в этом месте это место это место называлось силой и и это место называлось родом то есть вот эти все люди они были для вас родной почему потому что получается что было какое-то совсем небольшое количество людей душ которые перерождались в принципе друг у друга и поэтому это место и эти места было силы а люди это были наши родные да так если можно будет сказать дальнейшем поскольку я говорила о том что мы взаимодействовали с природой были мифы которым говорилось что зависимости от того где жил тот или иной клан то есть таких поселений было несколько на земле в какой-то момент произошло какое-то волшебство и один представитель это мог быть животное это могло быть какое-то дерево это могла быть птица неважно кто любой представитель природы есть разные мифы в которой говорится что этот персонаж превратился снял себе шкуру и превратился в человека и а оттуда от этого персонажа чтобы обобщить больше произошел наш род и вот этот вот персонаж является нашим предком то есть на самом деле предок это не человек это часть природы то есть это может быть и кстати изображали в требности на гербах иначе это называлось еще и я думаю ну ладно про этот момент я отпущу его изображался на гербах то есть был кланы да и давали название например кланы медведей да то есть значит у этого клана был предок который до этого момента да про родитель то есть тот который породил всех остальных но это опять-таки доказать как-то вот я же не могу вам это это вот я и говорю что это некий такой мир только через воспоминание восстановление памяти да может быть вы вспомните то тот период вашего воплощения когда вы жили в клановой какой-то системе говорила что был медведь пример до который сбросился без шкуры медведя и стал человеком поэтому этот клан поклоняется медведям другой клан например там песцу у меня почему-то было когда я делала проводила эту практику да по предкам и по роду я почему-то считала что у меня было бы какое-то животное до либо орел но оказалось что я относилась клану ястребов вот тоже такая интересность мой прародитель он ястреб для чего вот это вот все нужно да род о котором мы говорим а вот это те люди которые жили в той клановой системе и вы в ней воплощались как минимум шесть семь раз в определенном да вместе и вот это вот само место а даже во многих были на да в русских тоже говорилось что перешел круг да тут моя как это родная земля да она придавала а некую такую силу и вот это вот место где жили люди да вот это вот ваш род то есть это те первые люди которые были после катастрофы собрались воедино для выживания и вот они называются вашим рода потому что какое-то время вы перерождались именно у этих людей неоднократно и вот это вот место это место силы вашего рода а предок это выходец да есть так можно сказать из природы либо это часть природы потому что редко может быть какое-то дерево примерно поэтому когда мы говорим сила рода то есть мы подразумеваем то место в котором находился ваш род то есть те люди когда вы были среди них всех выживших существует ли оно гипотетически то есть опять таки знаете вот все так объяснить все у нас в голове чисто это психологически то есть когда мы говорим если родина у человека да предполагать что родина там где ты вырос ну либо там где ты не вырос а там прошу прощения где ты родился если человек большую часть своей жизни живет например в другом месте а родился он в другом месте что для него является родина что дает ему придает силы да вот это вот место говорим место сил то есть как правило это родина да это то что родное там где род то есть вот само слово родина род то есть там где был твой род и предполагалось что именно в этом месте когда приступаешь в это место ты ощущаешь внутри себя эту силу и получается чисто психологически если вы знаете кто ваш предок да в каком клане вы жили да кто ваш предок то есть прародитель вот этот вот представитель природы и если его признать то вы будете ощущать внутри себя дополнительную силу он дает вам некую силу но на самом деле силу вам никто не может дать потому что она есть внутри вас второй вопрос вы это пробуждаете вот эти дополнительные ресурсы до пополняете их стараетесь не тратить или нет но вот это вот понимание да которым что такое род что такое место силы есть конечно же и другие места силы но они опять-таки каким-то образом если вас тянет туда возможно в их прошлых воплощениях уже жили в этом месте и оно какое-то очень важное и значимое для вас вот ну и также занимаясь магией вы можете создавать свое место силы а в идеале было бы чтобы вы создали сами себя как место силы то есть вы есть то самое место силы но это уже третий и десятый вопрос теперь что касается наших родителей чему я говорю значит предок это выходец из природы прародители кто наши прародители это наши бабушки и девушки и седьмое поколение почему я их не называю нашими предками потому что как бы так сказать дело в том что путь души он индивидуальный то есть если ты родился в этой семье да по каким-то параметрам твоя душа протянулась для того чтобы ты родился именно в этой семье но тебя по факту ничего не связывает именно с этими людьми потому что они для тебя чужие то есть да твои родители это те люди которые тебя воспитали возможно вы еще и успели бабушка с дедушкой да то есть они как-то тоже с вами взаимодействовали но в контексте именно энергетической какой-то связи да вот именно там седьмое поколение и так далее и так далее его нет потому что я не знаю как вам это объяснить но связи на самом деле как таковой нету есть какие-то аспекты по которым душа притягивается для того чтобы пройти конкретный опыт который ей нужен но по факту эти люди они для вас посторонние они для вас чужие а вот рот это именно те люди с которыми вы были связаны поэтому я сказала что вы как минимум там должны были родиться шесть-семь раз то есть допустим в этой жизни да я родилась там у кузнеца потом человек умирает он перерождается чем в клановой системе верили мы это и знали перерождается рождается к примеру у соседа потом проживает еще жизнь и вот эти вот семь в принципе вот эти шесть-семь поколений они почему являлись рода потому что мы говорили да потому что перерождение в принципе оно было в закрытом круге то есть сколько там людей было то есть сегодня допустим я мама а в следующем каком-то своем воплощении я не ухожу куда-то в другое место там другой материк либо другой город потому что там в принципе то и не было до людей а именно в каком-то закрытом вот в этом системе я и перерождаюсь поэтому там можно было сказать что вы родственники ну а потому что в принципе душа далеко не уходила почему я говорю что далеко не уходила потому что есть только такое предположение что душа перерождается в районе примерно 50 тысяч километров от того места где умерла это сейчас раньше было 25 ну то есть намного меньше если были опять таки и другие кланы да то расстояние они были достаточно большими и поэтому вероятность того что душа вот умерла допустим в этом плане переродилась в каком-то другом это маловероятно потому что расстояние были достаточно большие опять таки скажу если люди не были кочевниками но это позже появились племена такие вот то в принципе поэтому перерождение было закрытом замкнутом круге а так с теми родителями с которыми вы сейчас заходите либо с бабушками дедушками то у вас по сути они для вас чужие люди то есть это души которые вам подходят ваши родители да для того чтобы вот как площадка для того чтобы пройти какой-то определенный урок для вашего развития и после того как человек умирает в принципе глядя как говорится на тех кого он оставил да то связи в принципе уже больше никакой нету то есть душа уже может смотреть на тех людей которых оставила не чувствовать никакой связи во первых почему не чувствует потому что когда человек умирает чтобы чувствовать надо иметь тело надо иметь органы поскольку человек умирает ему нечем чувствовать ему нечем видеть или нечем слышать это прерогатива нашего тела и поэтому после смерти человек особенно когда он идет на перерождение он уже не помнит тех кого мы оставили позади и поэтому расклады на тему что говорит мне посылает там умерший еще что то я такие темы не делаю хотя мне и предлагалось потому что опять таки это все идет в разрез того что я вам сейчас говорю то есть если я говорю что течение примерно трех лет человек идет на перерождение и допустим я не знаю там ваша бабушка мыла лет десять назад да либо пять лет назад и делаешь расклад о чем говорит бабушка это бабушки уже нет она там уже в песочнице где-нибудь там на мальдивах играет и забыть о вас забыла поэтому кто это а кто эту информацию посылает да то есть я не могу это сказать поэтому такие расклады я не могу сделать они идут противорез того что я верю и что еще что еще я хотела сказать в принципе ничего то есть я хотела показать разницу да что значит родители это родители да то есть бабушка дедушка и их родители и так далее и так далее для просто для понимания на самом деле если какая-то ветвь либо если какая-то связь то в принципе нет почему потому что даже если мы говорим до что мы каким-то образом похоже на своих родителей да то есть если ты говоришь что нет никакой связи почему похоже на родители как внешне так и по характеру то я скажу так что природа так просто приспособила для того чтобы отличать как-то своего детеныша то есть как волчица может отличить своего детеныша от какой-то соседней волчицы которая тоже родила волчат есть какие-то опознавательные моменты по которым она понимает что это вот мой детеныш на него похож в природе абсолютно все так и сказать что у волков там есть кто-то ну то есть почему я это говорил к тому что если бы этот принцип был да у нас все работает по созвучию и подобию то есть если бы это было у людей значит так должно было быть и у животных ну по крайней мере умника питающих да либо более разумных вот нет такого что вот допустим там у детеныша гориллы а у нее есть мама папа и там есть какая-то родословные там либо еще что-то не знаю это моя версия еще раз говорю это того что верю я вы конечно же или можете верить то что вы хотите поскольку вопрос был задан мне в чем разница я рассказала вот вот эти вот свои понятия и поэтому еще раз при возможности уточню и скажу почему я не делаю расклады тонко что посылает нам наши умершие люди я в это не верю если конечно же кто-то не сможет сказать что а почему я вижу во сне там кто-то обо мне вспоминает а там умершие или нет то я могу сказать опять таки другую версию о том что сон от яви в принципе ничем не отличается потому что что наяву мы находимся в каких-то иллюзиях да спим по сути то и во сне это продолжается поэтому если вы о чем-то думаете в течение дня то в принципе это проявляется и во сне поэтому потому что сознание во сне она не отключается вы также во сне можете видеть что вы допустим там с кем-то разговариваете либо там что-то анализируете то есть сознание ум наш он не отключается вас не вот если бы он включался на можно было бы сказать что сон это вот другой другая какая-то я прошу прощения что-то происходит у меня непонятность технологии и мои видео после 20 минут примерно после 22 начинает прерваться но в принципе главная основная идея все что я хотела сказать я вам сказала не знаю насколько она вам будет созвучно и нет опять таки напоминаю что это не истина это лишь моя правда вот я с вами прощаюсь благодарю за вопрос из возможность ответить на него до новых встреч до новых болталов пока пока